Здравствуйте! Мы начинаем очередной выпуск новостей от приан-порталов по зарубежной недвижимости на пяти языках. В центре внимания сегодня, разумеется, Испания. Также будем говорить о Турции, Кипре, Хорватии. Новость недели. Она, очевидно, Испания закрывает программу золотых виз. Об этом говорили не первый год, чуть ли не с ее открытия в 2013. Но вот дело ускорилось. Сначала стоп, сказал премьер-министр. Потом об этом заявили на заседании правительства. Правда, кроме этого стоп, фактов-то, собственно, немного. Во всяком случае, на утро 12 апреля. А все ждут действительно важных подробностей. То есть, когда и на каких условиях программу точно закроют. Вообще, занятно, не правда ли, что сразу об этом первые лица государства ничего не сказали? Очевидно, решения, ну или согласия по этому поводу нет. А надо быстро успокоить кого-то, возможно, даже кого-то за пределами Испании. В общем, идет какой-то торг, всех деталей которого, возможно, не знают до конца даже его участники. Для самой страны отказ от золотых виз – это минус. Местные власти, как до этого и португальцы, и греки, которые, правда, совсем уж программу не закрыли, объясняют необходимостью поддерживать местных покупателей. Мол, цены растут. Иностранцы все раскупают. Местным ничего не остается. Но это ерунда. 14 тысяч и еще 576 золотых виз выдано за 10 лет. Немало, но лишь каждая пятисотая сделка в Испании заканчивается таким инвестиционным ВНЖ. Да, в 22-23 годах число заявителей резко выросло, и понятно почему. В мире неспокойно, а на юге Европы более-менее. Но все равно, мне кажется, угроза небогатым испанцам, она преувеличена. Тем более, что почти все сделки под золотую визу приходятся только на шесть самых востребованных у иностранцев городов и регионов. Барселона, Мадрид, Малага, Аликанте, Болярские острова, Валенсия. Это в большинстве недешевые места, и даже если программу отменят, едва ли жилье там станет по щелчку доступным широкой публике. И все-таки о конкретике. Дата закрытия программы не названа, но ходят слухи. Подчеркиваю, слухи о конце года. Поскольку других дат нет, будем отталкиваться от этой. Получается, времени на раздумья у кандидатов немного, а на покупку, в общем-то, есть. Так или иначе, уходят возможности для наведения мостов с Европой. Причем для обеспеченных кандидатов. Напомню, что именно золотая виза не обязывает ее обладателя постоянно проживать. Ну, в данном случае в Испании. С другой стороны, если вы все-таки в любом случае хотите туда перебраться, причем основательно, на постоянку, есть и иные программы. Цифровые кочевники, финансовая независимость. Правда, вот они уже обязывают более полугода в году в Испании жить. Где-то закрывают, где-то облегчают. Кипр остается не шенгенской, но ЕСовской юрисдикцией, относительно открытой для мигрантов. На неделе МВД республики обнародовало поправки к закону о реестре населения 23 года. По нему квалифицированные специалисты могут через три года пребывания на Кипре получить паспорт. Какие важные ограничения есть? На Кипре кандидату надо действительно жить, причем не полгода плюс один день, а дольше. В течение 12 месяцев перед подачей заявления на гражданство отсутствует на острове можно суммарно не более 90 дней. Для получения паспорта в самый короткий срок, то есть за три года, надо знать язык, греческий, на уровне B1. Разумеется, арендовать или иметь собственное жилье, зарабатывать не менее 2,5 тысяч евро в месяц, не менее двух лет работать по своей специальности. После получения заявления решение о выдаче паспорта киприоты обещают законодательно принимать за 8 месяцев. Любопытно, что сейчас самые оптимистичные кейсы инвестиционного ПМЖ обрабатываются дольше. Ну, или если совсем повезет, столько же. Недвижимость дорожает, но в лирах и последние месяцы сильно ниже инфляции. Это, конечно, про Турцию. Несмотря на то, что число сделок с иностранцами там с лета сокращается, интерес к стране есть и со стороны новых потенциальных собственников, и со стороны десятков тысяч иностранцев, которые уже владеют местной недвижимостью. Что с ней делать? По чем можно купить? По чем продать? Так вот, данные аналитиков индекса к началу марта в лирах недвижимость Турции подорожала на 63%. Инфляция в стране за этот период составила 67%. Соединяя эти показатели и учитывая, что куда более стабильные, чем турецкая лира валюты, тоже обесцениваются, мы фиксируем падение цен в долларах и евро. О нем предупреждали. Сейчас квадратный метр в Турции стоит 758 евро, год назад 875 минус 13%. Впрочем, средняя температура по больнице не так интересна конкретным собственникам. Нам куда важнее детали. Вот в Стамбуле, например, падение в долларах примерно такое же, 15%. А скажем, в Анкаре оно символическое. За год около 3,5%. Есть регионы, где цены вообще выросли. Наибольший рост в провинции Хатай. Но тут надо вспомнить, что именно этот регион, более других, как раз год назад пострадал от страшных землетрясений. Соответственно, здесь на цену влияют нетипичные, хотя и рыночные факторы. Резкий дефицит жилья, а затем бурное строительство нового. Цены выросли в районе Мугла, это Фетхия, Марморис, Бодрум. В лирах на 89%, соответственно, в долларах выросли, но меньше, чем на 10%. А что происходит в самом востребованном у нас регионе, Алании? Сейчас на рынке недвижимости Алании появляются очень интересные, заманчивые предложения по цене. Именно на вторичном рынке. То есть это предложения от инвесторов и собственников, которые купили 2-3 года назад по хорошей стоимости до резкого скачка цен. И за счет уменьшения своей инвестиционной прибыли выставляют недвижимость по хорошей цене на продажу. Например, новая квартира в Махмутларе за 63 тысячи евро. Я давно не помню таких цен. Во ВСаларе есть похожие предложения. То есть я бы сказала так, есть снижение цен на вторичном рынке и снижают их прежде всего собственники, которые в свое время удачно приобрели недвижимость по низкой стоимости. При этом это не массовое снижение цены. Так как если посмотреть какие-то топовые локации и комплексы, то там ничего с огромным дисконтом не будет. Можно сказать, что для покупателей ситуация в Турции интереснее, чем еще год назад. Вопрос, не станет ли она еще интереснее, скажем, через полгода или через год. Многое зависит от настроения собственников. За последние полгода у них было несколько поводов для переживания. На вторичном рынке есть большое количество вариантов из-за того, что многие в связи с новыми законами не могут сдавать в краткосрочную аренду или получить ВНЖ. Плюс на собственников действует фактор сниженного спроса. То есть когда не так часто идут просмотры квартиры или приходят запросы на их недвижимость не так часто. Я бы советовала собственникам не паниковать. А если есть возможность выбрать выжидательную позицию, как, например, это сейчас делают многие застройщики, так как им сейчас цены снижать особо некуда. Себестоимость строительства только увеличивается. Завершая тему Турции, анонс о бодроме Истамбуле, скоро говорить будем отдельно. Приглашаю вас на очередной вебинар Приан с компанией Соланд. Обсудим рынок в этих регионах. Самый крупный город и самый европейский курорт Турции. В последнем, как мы видели, цены оставались стабильными даже в последний не самый успешный год. В описании к этому выпуску вы найдете ссылку на регистрацию на вебинар. О Хорватии мы рассказываем не часто, хотя еще 10 лет назад она в некоторые месяцы даже забиралась в топ-10 у русскоговорящих покупателей. Роскошные курорты на живописной Адриатике. В последние два года рынок тут следует общеевропейским трендам. То есть, в отличие от севера и центральных экономически самых крупных стран Европы, в Хорватии цены растут и заметно, хотя инфляция тоже высока. Показатели за 2023 год. Недвижимость подорожала на 12%, более всего на побережье. Там рост превысил 16%, а инфляция при этом чуть выше 6%. Еще замечу, в 2022 году рынок был более дерганым, то есть цифры были еще выше, что на самом деле не слишком хорошо. Одновременно при стабильном спросе на аренду аналитики отмечают снижение предложения. Это относится и к аренде долгосрочной, и к курортным объектам. Средняя доходность в Хорватии едва ли поразит воображение, но отдохнуть самому или сдавать – вполне конкурентное решение. На 5% рассчитывать можно. И вот, вашему вниманию, типичное предложение в курортном Медулине. 3000 жителей в самом городе, 7000 в одноименной общине, входящей в топ-20 курортных локаций Адриатики. На продажу новая двухкомнатная квартира в только построенном трехэтажном доме, большей высотности в городе и нет. Площадь 60 квадратов, на которых две комнаты, ванна, есть еще терраса, кондиционеры установлены, сантехника тоже есть. А вот меблировать квартиру надо самостоятельно. Цена подобного предложения сегодня около 200 тысяч евро. Конкретный вариант по ссылке в описании, по другой ссылке – все предложения в Хорватии на Прян. Ну что ж, друзья, на этом прощаюсь. Мы встретимся через неделю, но не со мной. Я буду в командировке, эфир проведет моя коллега, так что не пропустите. А для этого не забудьте подписаться на наш канал. Всем мира и безопасности! Субтитры создавал DimaTorzok